Здравствуйте! В эфире телекомпании Круг. Новости недели только самые интересные события. Темы минувшей недели для вас подготовили наши корреспонденты. В студии Татьяна Захарян. Сегодня в нашей программе вы увидите. В Одессе состоялось очередное заседание исполнительного комитета, на котором было принято решение о взятии еще одного кредита в размере 400 миллионов гривен. Журналистам британского телеканала BBC не дали задать вопрос городскому голове и буквально выпихнули вон. Инцидент произошел во время публичного мероприятия. Одесская мэрия спустя всего год после капитального ремонта тепловых сетей на Сигецкой собирается потратить еще 40 миллионов на ремонт тепловых сетей на Сигецкой. Обустройство специальных лунок для деревьев за 5 миллионов было полностью уничтожено благоустройством тротуара. Юморина обойдется одесситам в миллион гривен. День смеха. Мэрия Геннадия Труханова решила оплатить из кармана горожан. Очередной кредит Одесской мэрии, бессрочные сроки окончания работ в районе Пересовского моста, невиданный капитальный ремонт одесских дорог и небывалое обновление подвижного состава электротранспорта. Об этих и других успехах чиновники рассказали на очередном заседании исполнительного комитета. Водить состоялось очередное заседание исполнительного комитета. Правда, стоит отметить, что на этот раз начало заседания затянулось как никогда. По неизвестной причине городской голова позволил себе опоздать почти на 40 минут. А когда он наконец и изволил появиться, было видно, что голова нашего головы занята чем-то другим, но явно не происходящим в сессионном зале. Здесь, конечно, можно только предполагать, то ли Геннадий Труханов уже устал без отпуска целый месяц работать, то ли все мысли головы в этот момент были где-то рядом с детективами НАБУ. Как известно, после дела Краяна, НАБУ сильно заинтересовалась сделкой по расширению западного кладбища за счет земли обанкротившегося аэропорта Застава, что обошлось городской казне почти 50 миллионов гривен. А может быть, в этот момент голове туманил мозг интерес НАБУ в отношении строительных фирм вроде Росдорстрой и Пикстрой, которых СМИ связывают непосредственно с самим мэром, поскольку, как стало известно накануне, слишком много вопросов вызвало как проведение тендеров, так и суммы, выделяемые на дорожно-ремонтные работы в нашем городе под контрольным Труханову компанией. Как бы то ни было, голова был задумчив, угрюм и с трудом зачитывал повестку дня. И, к слову, о дорогах и их ремонте, которые не могут не вызывать вопросов, причем не только у НАБУ, но и у простых горожан, просто потому, что мы каждый день по этим самым дорогам передвигаемся и прекрасно знаем, что дорог в нашем городе все меньше и меньше, а ям больше и больше. Но то, что мы видим и испытываем на себе, никак не складывается с теми бодрыми отчетами, которыми нас кормит наша родная городская власть. В ходе своего доклада главный эконом нашего города Сергей Тетюхин, рассказывая о планах, целях и стратегических направлениях развития города, порадовал небывалым прогрессом в деле обновления транспортного состава и не менее небывалым ремонтом, причем как капитальным, так и текущим одесских дорог. Небывалым, потому что он был только на бумаге? Направление удобное Одесса. Это направление касается транспорта, а также дорог. Полностью выполнено 75% запланированных мероприятий, в процессе выполнения 12,5%. В рамках этого направления проведены реконструкции, капитальный ремонт и текущий ремонт почти 400 тысяч метров квадратных асфальтобетонного покрытия, выполнен текущий ремонт внутриквартальных проездов. 400 тысяч квадратных метров отремонтированных дорог. Где эти дороги? В каком месте их капитально отремонтировали? Почему сами дороги об этом ничего не знают? А внутри дворовых отремонтированных проездах мы и вовсе умолчим. И еще о ремонте дорог. Порадовал и главный дорожник Одесса Андрей Шмагай. На вопрос журналистов, когда наконец будет завершен ремонт в районе Пересовского моста, он ответил, весьма витиевато. Со дня наступления работа, окончательное завершение работы, окончательное, это верхний слой, это месяц-полтора еще. То есть еще месяц-полтора? Месяц-полтора верхнего слоя. До верхнего слоя еще есть два слоя, нижнего, которые обеспечат нормальный проезд. Ну что вы, журналисты, не умные что ли? Вам же русским языком объясняют, полтора месяца до верхнего слоя. А есть еще два, нижние, которые обеспечат нормальный проезд. Что, опять не поняли? А как вам ответ на вопрос журналистов, как тогда понять, что работу Пересовского моста закипели, как только там появились активисты с плакатами? Напомним, речь идет о состоявшейся 27 марта акции общественников, потребовавших скорейшего завершения ремонта дорожного полотна. Что нужно вы хотите услышать? Не только что же сказали, что... Я же только что просто ответил, понимаете? А если вы вяжете вопрос с активистами, я отвечу вам на этот вопрос. Вы ввели непредвиденные сложности. То, что активисты пришли и началась работа, ну это чисто совпадение, извините. А скажите, а вот они тоже очень ждали представителей городской власти? Ну так что? Ну и вас тоже привыкли. Наша работа, есть ответ на все вопросы. И еще об ответах. Не мог не порадовать спич заместителя мэра Павла Вугельмана касательно замечания АМКУ по проведению конкурса на инвестора единого электронного билета. По словам чиновника, никто результаты конкурса отменять не собирается. АМКУ просто все неправильно понял. На сайте антимонопольного комитета появилась не совсем, на наш взгляд, корректная и не совсем достоверная информация, в рамках которой было указано, что город планирует отменить данный конкурс. Дело в том, что мы выполняем сугубо решение сессии Одесского городского совета о проведении конкурса. Конкурс был проведен в рамках действующего законодательства. Но кто бы сомневался, коллективная безответственность депутатского большинства уже никого в Одессе не удивляет. Удивляет тот цинизм, с которым одесситов продолжают обманывать. Так, на исполкоме было принято решение взятия очередного кредита, на этот раз более 13 миллионов евро или 400 миллионов гривен. Город намерен взять у Европейского банка внимание на замену остановок. Позвольте, скажете вы, но ведь старые металлические остановки были спилены по распоряжению нынешнего городского головы с клятвенным обещанием последнего заменить их на новые. И теперь, оказывается, мы опять лезем в долговую яму, чтобы Геннадий Труханов поставил нам скамеечки с навесами. Остановки, безусловно, дело хорошее и нужное. Но как же тогда получается, что с таким грандиозным бюджетом в 10 миллиардов гривен наши чиновники имеют совесть вешать на нас кредит еще почти в полмиллиарда? На каком основании? Скорее всего, на основании того, что все их действия до сих пор остаются безнаказанными. Что бы они ни делали, расплачиваться придется нам, простым одесситам. В Одессе произошел очередной скандал с участием одесского городского головы. И снова Геннадий Труханов отметился своим отношением к прессе. На сей раз речь идет о журналистах британского телеканала BBC, которые попробовали задать неудобный вопрос одесскому градоначальнику. Как сообщают ряд интернет-изданий, в Одессе произошел еще один скандал, связанный с нашим городским головой. Как пишет издание Депо Одесса, как только журналисты из Великобритании, представляющие всемирно известную BBC, попробовали задать неудобный вопрос Труханову касательно дорогой недвижимости в Лондоне, принадлежащей по информации BBC самому мэру. Их оттолкнули от городского головы и не дали этого сделать. Инцидент произошел на праздновании Дня независимости Греции. Как пишет Депо, цитируем, когда к нему, Труханову, подошел корреспондент BBC и задал вопрос о квартире. Мэр ничего не ответил, а люди, сопровождавшие его, оттеснили журналиста от чиновника, заставив отступить. Конец цитаты. На видеоиздании Пушкинская.нет видно, как журналистов буквально спихнули со ступенек. Журналисты BBC вынуждены были покинуть этот праздник жизни, так что вопрос о дорогой недвижимости в Лондоне остался без ответа. Сам городской голова, разумеется, все произошедшее назвал провокацией. Странно, что не добавил проплаченные. Ведь, по мнению нашего головы, все, кто выступает с критикой или задает неудобные вопросы, дураки и проплаченные. В связи с этим инцидентом, как-то незамеченным оказалось весьма знаковое событие. Как сообщает издание «Слово и дело», НАБУ занялось расследованием по еще одной сделке мэрии – покупке бывшего аэродрома-застава. Издание отмечает, что детективы ведомства сейчас проверяют данный эпизод. И напоминает, что еще 21 сентября 2016 года Одесский гурсовет принял решение о покупке зданий и сооружений, расположенных по адресу Терраспольское шоссе 22Г в Одессе за почти 147 миллионов гривен. Указанная недвижимость бывшего аэродрома-застава принадлежала авиакомпании «Одесса», которая давно находилась в состоянии банкротства. Вместе со зданиями и сооружениями в оценочную стоимость вошла и земля вокруг аэродрома, однако она, пользование или собственность Одесского гурсовета, не передавалась. Оценку проводила консалтинговая компания Бюро оценки «Стефанович». Детективы НАБУ подозревают, что чиновники Одесской мэрии по предварительному сговору завладели бюджетными средствами в особо крупных размерах. Отмечается, что после получения денег авиакомпания «Одесса» 30 сентября перечислила почти 146 миллионов гривен на счет «Ньюс Йорк Корпорейшн» по договору, заключенному 28 сентября, то есть через неделю после согласия Одесского гурсовета на покупку недвижимости бывшего аэродрома-застава. В Бюро просили предоставить доступ к информации по указанным банковским счетам. Суд удовлетворил ходатайство. Депутатам городского совета от партии «Доверяй делам» Мариной Лозовенко заинтересовались детективы НАБУ. Как сообщают одесские интернет-издания, речь идет о деятельности депутата в качестве руководителя строительно-производственной компании «Пикстрой». Компания, принадлежащая депутату гурсовета Марине Лозовенко, «Пикстрой», заинтересовала не только полицию, но и детективов НАБУ. Об этом сообщает интернет-издание 048. Во всяком случае, постановление районного Соломинского суда города Киева суд предоставляет детективам Национального антикоррупционного бюро Украины доступ к документам и вещам целого ряда фирм среди них и компания «Пикстрой» Марина Лозовенко. Как отмечает издание 048, из постановления следует, что детективы расследуют растрату средств местного бюджета, распилили, судя по постановлению, в общей сложности около 800 миллионов гривен. Компания «Росдорстрой», «Авторстрой», «Киевшляхбук», «ДРСУ-Ком» и, собственно, «Пикстрой» детективы считают связанными и управляемыми лицами, приближенными к партии «Доверяй дела». Собственно, сама Марина Лозовенко не просто приближена к доверительной партии, она туда входит и является яростным и верным сторонником Геннадия Труханова. Причем, судя по всему, не только по партийной деятельности, но и касаемо всевозможных строительных работ и траты на них бюджетных средств. Именно «Пикстрой» в свое время по странному совпадению выигрывал все тендеры на проведение работ по укладке и переукладке именной Трухановской плитки, начиная от аллей парка Шевченко и заканчивая сомнительным благоустройством в Тираспольской площади, работы по которой вылились городской казне в копеечку. Сначала из бюджета на Тираспольскую выделили почти 42 миллиона, а когда их не хватило еще 13 для переделок недоделанного. По сообщению 048 в постановлении Соломинского районного суда Киева говорится, в соответствии с разработанной вышеуказанными лицами преступной схемой, направленной на разворовывание средств местного бюджета города Одессы, эти лица, действуя по предварительному сговору, обеспечивали выделение средств из бюджета города Одессы на проведение работ по заказу управления капитального строительства и управления дорожного хозяйства для их дальнейшего разворовывания путем невыполнения работ или их оплаты по завышенной цене, сформированной вследствие сговора, организации и проведения конкурсных процедур и победы в конкурсах подконтрольных им предприятий путем дальнейшего заключения с такими предприятиями договоров и непосредственным перечислением им бюджетных средств с целью дальнейшего их выведения. Если нельзя по закону, можно силой. Так действует Одесская мэрия под руководством Геннадия Труханова. Неугодных власти предпринимателей давят, и никакой защиты у них нет. Правоохранительная система бездействует. Так сегодня выглядит участок возле Преображенского парка, где еще недавно располагалась выставочная площадка предприятия «Платон-М». Производит оно разнообразные металлические изделия на заказ. Предприниматели вывезли кучи мусора и благоустроили территорию. Договор аренды с коммунальным предприятием «Горзелентрест» действует до конца 2021 года. При проведении проверки деятельности коммунальщиков контрольно-ревизионным управлением в конце 2016 года выяснилось, что у них числится ориентатором другая фирма. «Платон-М» обратился в хозяйственный суд с требованием признания параллельного договора эффективным. Оказалось, заключившая его организация даже выкупила находившееся на участке полуразрушенное строение – каменный навес. Очевидно, секретному ориентатору нужны не развалины, а сама земля. На сегодняшний момент идет пять судебных процессов хозяйственных, и уже сегодняшнего дня и административный один, где мы доказываем свои права, отстаиваем и пытаемся выяснить все факты. Многие пытались нас обвинить, что мы хотим по себе эту территорию присвоить, но нами за весь период не было подано ни одно письмо в дальнейшем на землеотвод, вообще для того, чтобы получить эту зиму. После нескольких заседаний по ходатайству ИСА суд вынес определение о проведении технической экспертизы, находящейся на участке строения. Ее результаты могли расстроить планы мэрии. Экспертиза бы показала, что техпаспорт и вообще вся документация, которая была выдана на данные навесы, она не соответствует действительности, то есть она является фальсифицированной. И поэтому мы так предполагаем, что никто не решился ждать ни экспертизы, ни решения суда, и чисто физически нас убрать с территории. Цель действия городской власти прослеживается совершенно отчетливо. Как видно, более крупному бизнесу нужна территория. Я так понимаю, что от этого парка должно остаться только аллея, судя по всему, потому что со всех периметров его, со стороны садика Высокого переулка, новострой строится, котлован есть, старый металлический каркас по ночам строится, тир в центре частный, невалендованный. С той стороны же Преображенской частная территория, туда каждый день человек через весь парк заезжает. С этой стороны мы им только мешали, для того, чтобы в принципе была территория свободна. Они по-другому, я так понимаю, действовать не могут, только украсть. Чтобы избавиться от законных арендаторов, было принято решение исполкома о сносе забора. Его привез неизвестный гражданин, действовавший от имени Департамента развития потребительского рынка и защиты прав потребителей или управления торговлей. В документе даже неправильно указали название предприятия. Учредитель Платона М предъявил договор на аренду, но это не остановило чиновника. С ним приехала бригада рабочих, а для их поддержки, как бы случайно, непредвиденно, тут же оказалась группа боевиков, человек 15, некоторые с закрытыми лицами. Потом я узнал, что это работники управления торговли. Приехали, во-первых, на очень хороших, шикарных машинах. Интересно, за что и когда они их купили, и как они их заработали. Приехали с тетушками, в масках, этому есть доказательства. Угрожали, из-за чего я должен был вызвать охрану. Охрана приехала, увидела, что это управление торговлей боится. Охрана боится. Полиция приехала, полиция действовать абсолютно боится, потому что это горсовет. Все, они прямо сказали. Вполне естественно, что распространение информации о конфликте городской власти невыгодно. Только этим и можно объяснить факт нападения на оператора нашей телекомпании во время съемки репортажа о сносе в выставочной площадке. Со дня подачи заявления в полицию прошла неделя, но никакой реакции со стороны блюстителей закона нет. Есть основания полагать, что расследование тормозится сверху. Если управление торговли или горсовет, я так понимаю, сам, считает, что он действует в рамках закона, зачем надо было журналисту разбивать камеру и бить его? Зачем надо было надевать маски на неизвестных людей? Зачем надо было приглашать 20 неизвестных тетушек, если для этого достаточно всего лишь одного-двух представителей полиции? Зачем? Значит, наш горсовет вне закона. Зачем закон не писан? Судебный процесс по иску Платона М формально пока идет. Как поступит мэрия, если решение суда будет в пользу предпринимателей? Можно предположить, что в Одессе, где действует закон силы, виновные останутся безнаказанными. Александр Виноградов, Андрей Терещенко, Юрий Рух, телекомпания КРУ. Одесская городская власть снова возьмется за улицу Сегетскую. На сайте электронных публичных закупок Прозора появилось объявление о том, что мэрия объявила тендер на работы по замене тепловых сетей. На это планируют потратить более 40 миллионов гривен. Наша сказка хороша, начиная с начала. На сайте электронных закупок Прозора появилось объявление о тендере на проведение ремонтных работ по замене труб тепловых сетей. В этом, конечно, нет ничего удивительного, если вспомнить, что трубы у нас имеют обыкновение рваться с завидным постоянством. И на их ремонт с еще более завидным постоянством ежегодно выделяются многомиллионные бюджетные транши. Однако парадокс ситуации заключается в том, что менять на этот раз собираются трубы на улицах Канатной и Сегетской. Да-да, тех самых Канатной и Сегетской, где еще полтора года назад был закончен грандиозный, по словам мэрии, ремонт. Он действительно был грандиозным, особенно если вспомнить, что, например, улица Сегетская была закрыта для проезда на протяжении чуть ли не полугода. И на все работы была потрачена грандиозная сумма порядка 20 миллионов гривен. Официальная гарантия на трубы, которые здесь будут уложены, составляют порядка 30 лет. Значит, это то, что гарантирует производитель. Тогда все интернет-сми пестрели заголовками, мол, в Одессе проходит небывалый ремонт теплоцентрали. Сам Геннадий Труханов выезжал на место ремонта и рассказывал о том коммунальном счастье, которое вот-вот свалится на головы одесситов. Вопрос стоит настолько остро, что латание дыр уже не помогает. Необходимо полное обновление системы теплоснабжения. В 2016 году мы запустили пилотный проект. Было заменено более километра труб на самых проблемных участках. По подсчетам специалистов, только за год. За счет снижения теплопотери экономия составила около 6,5 миллионов гривен. В 2017 году мы продолжим эту работу, рассказал Труханов во время выезда на объект. По словам головы, в 2016 году городская власть взяла курс на реализацию глобальных инфраструктурных проектов, которые прослужат одесситам не один десяток лет. И действительно, прослужили эти трубы не один десяток лет. И даже не пять лет, а всего год. Поэтому здесь говорить, что вот оно будет, это ж, ну, вы понимаете, что это... То ли руки у коммунальщиков низ того места растут, то ли гарантии оказались негарантийными. Но прошел всего год, и вновь городская власть собирается раскапывать Сигетскую, а вернее закапывать туда бюджетные деньги. Причем на сей раз речь идет о сумме уже в два раза больше позапрошлогодней. Теперь в трубу собираются спустить уже 40 миллионов. И это, заметьте, только на Сигетскую. А сколько еще дыр в отремонтированной якобы на века тепломагистрали обнаружатся нашими деятельными властями? Даже страшно подумать. Когда-то при очередной раскопке Сигетской одесситы шутили. Наверное, коммунальщики там клад ищут. На самом деле, в Одесской мэрии его уже нашли. Только они его не раскапывают, а закапывают. Закапывают многомиллионные бюджетные средства, большая часть из которых идет в карманы нашим хитро сделанным господам из мэрии. В Одессе одно благоустройство в кавычках, сотворенное Одесской мэрией, уничтожает другое. В 2017 году усилиями городской власти был воплощен проект общественного бюджета «Город без пыли», согласно которому были устроены специальные лунки для деревьев в центре города. Однако в том же году был начат еще один проект по благоустройству улиц Ришельевской и Екатерининской, который полностью уничтожил результаты предыдущего проекта. В прошлом 2017 году, благодаря усилиям депутата Ионова, был придуман и воплощен в жизнь проект «Город без пыли», который предполагал обустройство лунок деревьев специальными решетками, а где обошлось без решеток, там установили новое ограждение. Новоделы засыпали лунки с маляной клейкой смесью. Можно долго спорить о самом проекте, тем более, что его необходимость вызвала множество вопросов у биологов и экологов. О вреде липкой присыпки не говорил только ленивый, но в любом случае депутата поддержали и не просто поддержали, а выделили на все это луночное благоустройство несколько миллионов гривен. Теперь же одесситов настигло благоустройство от близкой Геннадию Труханову компании «Росдорстрой», которая сейчас проводит ремонтные работы, перекладывает ритуара заодно и на возделанные лунки. Было заложено 5 миллионов гривен, предусматривало, скажем так, декоративные решетки по историческому центру на улице Ришельевской, на которой мы сейчас находимся. Это немножко имело другой вид, это по периметру лунки были, скажем так, выложены брусчатым камнем и засыпаны галькой, перемешаны с такой эпоксидной смолой, для того, чтобы оно склеилось. Потом что мы имеем? Есть ремонтные работы по ремонту тротуара, которые выполняет другая фирма-подрядчик, «Росдорстрой», да, абсолютно верно. И те результаты работы, которые были в рамках проекта «Город без пыли», они полностью уничтожены, потому что прокладка коммуникаций под фонарное освещение, под линии для электротранспорта, также, скажем так, для новой плитки, да, обустройство парковочных карманов полностью все уничтожено и вот делается все с нуля. Господа, вам не кажется, что такими темпами и от такого благоустройства мы не просто обнуляем любые результаты, мы еще и уходим в минус, ибо одесситы не видят ни благоустроенных лунок, ни, собственно, 5 миллионов выделенных на «Город без пыли», ни даже части деревьев, которые уже спилены под будущую парковку, которая на улице Решильевска появится тоже в рамках, только уже в рамках именного благоустройства от нашего мэра. И это уже не говоря о тех варварских методах, которыми эти самые работы проводятся. Во время прокладки вот этих коммуникаций, ретет, траншеи, корневая система у многих деревьев пострадала, и причем большие корни они подрывались. Можно посмотреть вот эти трубы, они все проложены в огромном количестве. Во-вторых, это сами деревья, скажем так, много было пустых лунок и много засохших деревьев, либо пней, которые вот в результате работы, они тихонечко, скажем так, очищаются территория для организации устройства парковочного кармана. Но понятное дело, дерево, оно зелени в карман не приносит, чего не скажешь о парковке, на которой можно заработать. Но нельзя же настолько скотски относиться к зеленым насаждениям. Когда Александр Попецку обратился в единый центр обращения граждан, им был получен удивительный ответ от гор Зелендреста. Скажем так, руководство Зелендреста ответило, что работы проводятся согласно проекту победителю, и что проводятся они согласно со всех мировых стандартов европейского качества материалы для этого выбраны. То есть это у них называется по-европейски. Да у нас в центре города скоро такими темпами вообще деревьев не останется. В лучшем случае будут пустые лунки, а в худшем и тех не будет, потому что земля уже давно заасфальтирована и превращена в парковочный карман. Вообще вызывает сомнение, зачем было реализовывать этот проект «Город без пыли», если уже на момент реализации было известно, что будет ремонт капитальный тротуар. То есть это подразумевало, что вот какие-то тяжелые машины, скажем так, рычек от лаванов и так далее, то есть будет уничтожен полностью вот тот пласт работы, который был проделан. Если на проект «Город без пыли» было потрачено 5 миллионов наших с вами денег, то на Росдорстроевские работы около 100 миллионов. Не кажется ли вам, что кривое благоустройство от нашей мэрии нам обходится слишком дорого? Автомобильные пробки в районе Пересовского моста стали обычным явлением с того момента, как городская власть занялась здесь ремонтом дорожного полотна. Сам ремонт длится уже два года и конца ему пока не видно. Ну а после того, как чиновники заявили, что продлят работы еще на год, терпение горожан окончательно лопнуло. Еще в 2016 году городские власти заявили о начале ремонтных работ в районе Пересовского моста. Мол, сделаем мы вам, граждане, такую дорогу, о которой вы даже не мечтали. И действительно, пока эта заявленная дорога существует лишь в голове нашего головы. А по факту, вот уже два года, как велотекущий ремонт под мостом, сделал практически невозможным проезд транспорта в этом районе. При этом за все это безобразие с городской казны было потрачено порядка 70 миллионов гривен. Тендер на производство этих работ выиграла компания «Розерстрой» в 2016 году. Согласно тендерной документации, ремонтные работы должны были быть закончены до конца 2017 года. В конце 2017 года было принято дополнительное соглашение о продлении работ до декабря 2018 года. То есть одесситы уже ждали, что наконец эти ремонтные работы закончатся. И вот это вот узкое место, ну хотя бы вернутся те четыре полосы, которые были запланированы изначально. Дальше почти по классике. Ждали, ждали, пока не дождались. Не дождались одесситы окончания работ ни в 2016 году, ни в 2017. А теперь уже ожидание растянулось и на 2018 год. Ибо, как заявил начальник управления дорожного хозяйства Гурсовета, Шмагай горожанам придется потерпеть до конца нынешнего года. Мы направили приглашение на сегодняшнюю встречу самому мэру Труханову, руководителю департамента дорожного строя, как он у нас называется, в общем, Илько, управление дорожного хозяйства Шмагаю, направили в депутатский корпус, в профильную комиссию и представителю самой компании, производителя работ Росдоростроек. К сожалению, как мы видим, с вами никто на эту встречу не пришел. Вероятно, чиновники города не очень заинтересованы в том, чтобы ответить на вопросы одесситов по поводу того, что здесь происходит. С тех пор, как городские власти занялись ремонтом в районе Пресопского моста, жизнь людей, живущих на поселке Котовского, превратилась в настоящий ад. Чтобы проехать через сам мост, людям приходится стоять в многокилометровой пробке, опаздывая на работу и сжигая тонны бензина. А если надо проехать пожарной машине, как она должна это сделать – перепрыгнуть или перелететь? И скажите, сколько человеческих жизней можно недосчитаться просто потому, что скорая помощь застряла вот в этой пробке и не смогла вовремя приехать? Мы все в одной пробке. И вы, и мы. Вот здесь мы посчитали, 1800 машин стоит каждый день. Один рабочий день – здесь почти полтора миллиона гривен. Это просто непроизводительных потерь. Вот этот кусочек сделать, я думаю, за несколько дней то, что одесситы тратят, вполне можно. Общественные активисты провели собственные расчеты и с помощью специалистов установили следующие цифры. Пробка с 7-й Пересопской тянется около 4 километров. В ней обычно стоит порядка 1800 единиц транспорта, в котором, задыхаясь в выхлопных газах и опаздывая на работу, находится одновременно 7-7,5 тысячи человек. В месяц одесситы здесь теряют порядка 30 миллионов гривен. Вы знаете, мы сами удивились, когда мы эти цифры подсчитали. 30 миллионов гривен в месяц теряют одесситы, теряет одесская громада на вот этой вот одной пробке. Стоит отметить, что проезжавшие мимо автомобилисты не остались равнодушными. Очень многие поддерживали активистов. И, возможно, даже приняли участие в акции, если бы не потерянное до того в пробке драгоценное время. Почему вы такие пробки здесь все время? Ну, потому что мэрия не хочет тут ничего делать. А что бы ты передала мэру? Какие слова бы ты ему сказала? Я бы сказала, что он неправильный и просто забирает деньги и ничего не делает. Еще раз напомним, городские власти обещали закончить дорогу еще до декабря 2016 года. Потом это обещание принесли на 2017, а теперь уже на 2018 год. С другой стороны, зачем им этот ремонт заканчивать, если он уже давно из ремонта превратился в одну из статей расходов, с помощью которой близкая Труханову строительная компания просто доит. В день смеха городские чиновники посмеются над одесситами. Праздник юмора проводится за счет народа. По решению мэра, его подчиненные залезут в карман каждому из жителей миллионного города. Юморина обойдется нам в миллион гривен. Сколько всего стоит юморина нынешнего года – большой секрет. В мэрии нашли основания для того, чтобы скрыть от одесситов размеры расходов. Суммы еще собираются некоторые инвесторы, не желают быть названными, поэтому это не совсем корректно, и мы бы просили вас не настаивать на том. Что касается выделения бюджета города, будет распоряжение городского головы – это миллион гривен. Это то, что выделяет бюджет города. В распоряжении городского головы о проведении юморины сумма затрат отсутствует. Возможно, потратят гораздо больше обещанного миллиона, если спонсорской помощи окажется мало. Когда-то при администрации Эдуарда Горвиса на юморину бюджетные средства не выделяли вообще. Она проводилась полностью за счет спонсоров. Конечно, для наших чиновников миллион мелочь. Они могут потратить десятки лишних миллионов на покупку, к примеру, здания так называемой новой мэрии. Не лучше ли вспомнить о стариках-пенсионерах и раненых участниках боевых действий в Донбассе, установить новые остановки городского транспорта на месте тех, что по глупости снесли год или два назад и так далее. Нет, этих и многих других проблем наша власть не замечает. Музыка, как вино, имеет свой аромат, вкус и цвет. А сделанное мастерами вино играет, искрится, переливается и звучит, как музыка. Объединить эти две стихии в концерте саксофон и шампанское приглашают одесские музыканты. Искусство стремления к совершенству гармонии. Создавая свой творческий проект, музыканты позаботились о том, чтобы само место проведения концерта стало его частью. Золотой зал литературного музея, как монументальная музыка разных эпох и стилей, дополняет голоса инструментов. Построил его архитектор Оттон в 50-х годах 19 века. И этот зал сочетает такие архитектурные стили, как барокко, классицизм и ампир. И неспроста в этом зале будут звучать произведения разных стилей. Это будет музыка барокко, это будет музыка романтического стиля, это будет танго и даже будет звучание современного саксофона-синтезатора. Звуки музыки сольются со звоном бокалов. Гостям предложат продегустировать разные виды шампанского. Как надеются организаторы, каждый истинный ценитель мастерства сумеет найти равновесие звука и вкуса. Историки утверждают, что здесь выступал лист, великий венгерский композитор и пианист. Для меня это особая честь здесь играть. Что касается концерта нашего, будут представлены разнообразнейшие стили, направления музыки и совершенно неожиданные сочетания инструментов. Не только саксофона и фортепиана, но и баяна и фортепиана. Еще будут всякие секретики, которые мы не расскажем вам сегодня. Идеи движут мир и все новое прекрасное появляется благодаря в том числе молодым музыкантам, которые знают вся Украина и весь мир. И я хочу всех пригласить, чтобы вы получили максимальное наслаждение. И не только ради шампанского, а ради музыки. Вечер саксофона и шампанское пройдет в литературном музее 31 марта в 15 часов. Александр Виноградов, Андрей Терешенко, телекомпания КРУ. Новый творческий проект стартовал в Украине. Открытый музыкально-теоретический конкурс «Одесский музыкальный Олимп». Подведение итогов состоялось на торжественном вечере в школе-интернате имени профессора Петра Столярского. Первые победители получили награды. В конкурсе участвовали учащиеся детских музыкальных школ и школ искусств из Одессы и области Николаева и Винницы. Программа включала две номинации. Сорфеджио, украинская и зарубежная музыкальная литература. Идею музыкально-теоретического конкурса поддержали организатор Международная ассоциация «Новая музыка», Одесский национальный театр оперы и балета, областная филармония и Международный фестиваль «Одесса классик». Это пропаганда музыкального искусства, особенно музыкально-теоретических предметов, особенно сольфеджио, которую я называю музыкальной математикой, а также музыкальная литература. Дети показали свои высокие возможности, свои способности, свои знания. Они отгадывали музыкальные номера, записывали музыкальные диктанты, определяли на слух, делали слуховой анализ различных музыкальных фрагментов. Жюри возглавила проректор Национальной музыкальной академии Украины имени Петра Щековского, заслуженный деятелю искусств Леся Олейник. Я не знаю конкурс, международных конкурсов в мире, который, по-моему, присвящен самым теоретическим музыкальным дисциплинам. И поэтому слава тем педагогам, которые навчают вас и навчают будущих композиторов, теоретиков, музыкознавцов, виконавцов, тем надзвичайно важным дисциплином, которые называются музыкальным профессиональным мастерством. Победителям вручили дипломы трех степеней. Все участники получили грамоты и подарки. Отлично все. Мне нравится. Было не очень сложно. А что это дает для тебя, как будущего музыканта? Писать грамотно. Дипломом и медалью Национальной музыкальной академии награждена автор идеи конкурса Аса Хачатрян. Диплом Академии за высокий профессионализм и педагогическое мастерство получила преподаватель музыкальной школы Наталья Зверинская. Грамоты вручены всем преподавателям участников конкурса. По окончании торжественной церемонии награждения состоялся концерт лауреатов. Организаторы рассчитывают сделать конкурс Одесский музыкальный Олимп ежегодным. Александр Виноградов, Андрей Терешников, телекомпания «Круг». Такое видели эту неделю наши корреспонденты. Нам остается пожелать вам отличного настроения, оптимизма и только хороших новостей. Всего доброго и до новых встреч в эфире. Увидимся.